Вчера пришла информация, что в этой войне погиб дагестанец Лакиц, а в официальных СМИ до сих пор говорят, что нет жертв со стороны России. Они правда верят, что это прокатит и люди в это поверят? Вы знаете, вот это вот поведение России, когда в век информатизации, в 22-м году у каждого на руках есть гаджет, и он получает информацию непосредственно оттуда, там, где идут эти события. Сейчас не 15-й век, не 16-й, когда глашатай должны прийти на рынок и озвучить какую-то информацию, что вот, мол, наши войска отправлены куда-то, они там одержали победу или еще там что-то. И здесь, стоящий на этом рынке человек, у него нет другой информации. Кроме как этой. Но сегодня вообще не то время. А российское командование, оно до сих пор живет как будто бы в тех времена, когда можно было просто соврать, когда Чернобыльский взрыв, можно было о нем не говорить, говорить, что ничего не произошло, и люди не могли иначе никак получить информацию. Сейчас же не это время. Сейчас тебе прямо из этой Чернобыльской станции, если бы вот сегодня этот взрыв произошел, то прямо оттуда нам вещали, скидывали бы нам ролики, прямо из этой жидкости. Так что это настолько глупо на самом деле. А жертв будет много, друзья, кавказцы, жертв будет много. Все те, кто туда уехал, попал вообще в Украину, кто участвует в этой войне на стороне России, это потенциальные жертвы. Все должны быть готовы к тому, что к вам привезут грузом 200. Или не привезут, а просто скажут, что пропал без вести. Нужно быть к этому готовым. Я поэтому говорю, думайте, что с этим делать. Что-то надо делать. В том что, поступает довольно противоречивая инфа о ходе войны в Украине. Твое мнение, на чьей стороне там сейчас перевес, и что значит приказ Путина о переводе сил в особый режим, попытка напугать? Ну, смотрите, давайте сначала по поводу перевеса. То есть, на чьей стороне сегодня успех в войне? Если отключить полностью какие-то эмоции от того, что сказать, допустим, что все, что мы видим, эти видеоролики, все это может быть постановой, это пропаганда. Мы не можем точно знать, чья это техника уничтожена. Например, если вот ко всему этому отнестись с недоверием, хотя понятно, что здравый смысл подсказывает нам, что не может быть это все как бы срежиссировано. Понятно, что это все онлайн и прямо нам скидывают, мы это все видим. Ну, допустим, мы это все убираем. Давайте посмотрим просто на то, где сейчас находится российская армия, что, какие города она заняла, что она там контролирует или не контролирует. Чисто исходя из этого мы с вами понимаем, что успех явно на стороне украинской армии. Россия, да, она, конечно, перешла границу, безусловно, но это не задача была России, перейти границу. Не это была задача. Задача была взять областные центры, взять под контроль ну и столицу, и все государство. Ничего из этого не сделано. Единственное, что они сделали, чего они добились, они вывели из строя аэродромы. Да, они уничтожили какие-то военные базы, о которых им было известно, но мы понимаем, что там очень много всего того, о чем они не знают. И вот как раз это сегодня и работает против российской армии. Сегодня работают байрактары, беспилотники, очень профессионально уничтожают российскую технику, российских солдат. Очень качественно работают эти джавелины. Российская техника просто разносится в пух и прах на территории Украины. Плюс очень грамотно, профессионально работают украинские военные, украинская полиция вылавливает этих диверсантов различных на территории. Так что перевес там, успех явно на стороне Украины. Далее, по поводу того, что Путин перевел эти войска, стратегические войска, сдерживающие они называются, это ядерные силы, он их перевел в особый режим. Это такой посыл, на самом деле посыл миру, типа я готов к ядерной войне, говорит Путин. Это должно, конечно же, напугать. Конечно, этот посыл должен быть услышан, в первую очередь. США, НАТО, они должны на это отреагировать. То есть Путин вынужден, вынужденно идет на эти меры, у него нет другого выбора. Либо он проявит благоразумие и отведет войска, сядет за стол переговоров, либо он пойдет до конца, ну, либо он у себя вышибет мозги, что, конечно, маловероятно, либо он пойдет до конца. И вот здесь, если российская элита его не остановит, если вы там, товарищи министры, олигархи разные, если вы готовы ради этой авантюры путинской погибнуть все вместе, ну, тогда ладно. Как там говорил Путин, мы, они все сдохнут, а мы с вами будем в раю, но посмотрим, где вы там будете. Но погибнуть вы однозначно погибнете. Либо давайте этого чокнутого деда своего, сами разберитесь с ним, потому что теперь судьба в ваших руках, ваше будущее, теперь вы можете эту проблему решить. Решите проблему со своим чокнутым дедом и садитесь за стол переговоров с этим миром, отводите войска, готовьтесь к тому, что Россия теперь вынуждена будет выплачивать компенсации, восстанавливать все то, что она разрушила, да, и придется какое-то время даже побыть страной-изгоем. Но это то, что сделали ваши руки. Никто в этом не виноват, кроме вас самих. Вы сами допустили это. Решайте вопрос с дедушкой. Томсо, а Путин реально готов спустить ядро? Неужели он настолько недальновидный? Вчера мы с вами, условно вчера, мы с вами задавались вопросом, а Путин, он что, реально пойдет войной на Украину? Да нет, это же недальновидно. Как видите, пошел. Так что ничего исключать нельзя. Там дед поехал головой. Его нужно остановить. Томсо, допускаешь ли ты вариант, что Путин и Зеленский могут быть в сговоре о длительной многоходовочке? Сейчас Зеля пойдет на переговоры и под мантрой «Хватит кровопролития» пойдет на условия Путина. Слушайте, вот конспирологи, они меня всегда, знаете, радовали тем, что у них настолько креативное мышление, они в любой даже очевидной ситуации, они тебе могут дать такой вариант событий, до которого твой мозг никогда не дойдет даже. Ты не можешь себе такого варианта представить, а вот конспиролог, он тебе даст такой вариант, что ты подумаешь «Ничего себе! Даже такое тут возможно было!» Так что, ну, понятно, что я, конечно, серьезно даже комментировать не буду. Продолжение следует...